Я присматривал за Коннором МакГрегором, но это было не единственной трудностью, с которой я столкнулся в 2008 году. Наш зал уже почти два года находился в Радкуле, и мы там неплохо обосновались. Хотя он и был на периферии, число занимающихся в нем неуклонно росло. Особенно это касалось молодежи. Затем я неожиданно столкнулся с проблемой, которая вполне могла заставить меня все бросить. Как-то раз утром, просматривая почту у себя в кабинете, я увидел письмо от владельца здания. Оно было коротким и предельно ясным. Руководители компаний, располагающиеся по обе стороны от нас в промышленной зоне, опасались, что детей, идущих в зал, может сбить фургон или вилочный погрузчик. Сейчас я, конечно, понимаю, что те опасения были совершенно справедливые. Вполне мог произойти несчастный случай. Но в то время я в первую очередь думал о зале и смотрел на ситуацию иначе. На то, чтобы освободить помещение, была дана неделя. Я, не веря своим глазам, уставился на письмо. Мне с таким трудом удалось найти место в Радкуле, и вот не прошло и двух лет, как мы снова оказались в прежней ситуации. Нужно было искать новое помещение. Я не знал, хватит ли у меня сил снова проходить через все это. Отец помогал мне искать новое помещение, но поиск шел без особого энтузиазма. К счастью, нам удалось убедить владельца здания позволить остаться еще на несколько недель, чтобы не отменять тренировки на время поисков. Но я чувствовал, что лишь откладываю неизбежное. Казалось, что я приближаюсь к перепутью в своей жизни. Мои родители хоть и не полностью одобряли мое увлечение смешанными боевыми искусствами, видели, сколько сил я в них вкладываю, и оказали мне поддержку в этот трудный период. Но, в конечном счете, они все же больше хотели, чтобы я работал на своей инженерной специальности. Я начал склоняться к их точке зрения. Я никогда не надеялся, что смогу разбогатеть благодаря ММА. Но полагал, что занимаюсь любимым делом, хотя бы смогу сводить концы с концами. С момента открытия моего первого спортзала прошло 7 лет, и казалось, что я вернулся к тому, с чего начинал. Конечно, мы проделали большой путь, и в нашей команде были теперь некоторые очень перспективные бойцы. Но реальность заключалась в том, что мне исполнился уже 31 год. У меня имелся диплом инженера, но не было ни цента на банковском счете, и отсутствовали какие-либо ясные перспективы. Когда я сравнил плюсы и минусы, связанные с продолжением карьеры в качестве тренера ММА, минусы значительно перевесили плюсы. Впервые в жизни я открыл раздел вакансий в газете, и принялся оценивать имеющиеся варианты. Когда мне сообщили о потенциальной возможности арендовать помещение на Лонг Байл Роуд, я уже был порядком измотан. Мотивация пропала, я собирался отказаться от карьеры тренера. Мне нужно было ухватиться хоть за какую-нибудь соломинку, и полученная информация оказалась весьма кстати. Я понятия не имел, подойдет ли мне это помещение. Но в любом случае, впервые за 3 месяца после отъезда из Радкула, передо мной появилась надежда. Я отправился посмотреть на это место и взял с собой отца. Тут же свалка, сказал он. Это было еще до того, как он увидел дерево, растущее в задней части здания. Дерево в помещении! Как такое вообще возможно? По-видимому, мы находились на суконной фабрике, которая давно пришла в полнейшее запустение. Но это было свободное место, и ко мне сразу вернулся оптимизм. Папа не мог понять, как тут можно открывать спортзал, и я постарался успокоить его. Не все так плохо, надо просто убрать грязь, покрасить стены. Господи, Жонда, здесь же на стенах плесень! Тем не менее, у этого места было одно несомненное достоинство. Оно находилось гораздо ближе к центру города, чем прежний спортзал. Но сразу возникла новая проблема. Я уже был должен 25 тысяч евро, так как взял кредит для помещения в Радкуле. Переезд на Лонгмайл Роуд требовал дополнительных 15 тысяч. Мои родители, очевидно, хоть немного в меня верили, потому что они решили помочь мне и предложили в качестве залога свой дом. Получив кредит в размере 40 тысяч евро, я подписал договор аренды, чтобы одна из лучших команд ММА в Ирландии переехала на старую фабрику, в которой была такая сырость, что там даже выросло дерево. Может показаться, что это был не слишком большой повод для радости, но после небольшой уборки выходные, я был готов приложить последние усилия, чтобы СБД снова заработал. В течение нескольких дней почти все члены нашей команды, 60 человек, стали работать над тем, чтобы это место стало хоть немного напоминать спортзал. Куда бы ни пережал наш зал, все люди, имеющие к нему отношения, оставались со мной и оказывали любую посильную помощь. Я буду вечно благодарен им за их невероятную преданность. Мои родители, сестра и брат также внесли огромный вклад в приведение здания в порядок. К тому времени, когда мы наняли кое-кого срубить дерево, это место уже выглядело вполне прилично, как спортзал, в котором мы сможем добиться успеха. Вскоре после того, как мы обустроились на Лонг Майл Роуд, нам предоставилась большая возможность. UFC впервые объявила, что будет проводить шоу в Республике Ирландия. Оно проведет в Дублине 17 января 2009. На нем выступят такие легендарные бойцы, как Дэн Хендерсон, Рич Франклин, Мауриси Охуа и Марк Колман. Это было значительное событие для ММА в Ирландии. Полтора года назад UFC проводила шоу в Белфасте, но оно в основном считалось очередным мероприятием, проведенным в Великобритании. То, что UFC признавало увеличение числа своих поклонников в остальной части Ирландии, имело большое значение. После первого турнира в 93-м UFC постепенно превратилась в крупнейшую организацию, занимающуюся ММА в мире. И именно туда хотел попасть каждый боец. Это стало огромной возможностью для СБД Айланд. Я знал, что UFC будет искать местного бойца для участия в боях, и нисколько не сомневался, что таким бойцом вполне мог стать Том Иган. Ему было 20 лет, он участвовал в 4 боях, и все их выиграл. Однако Том все еще был довольно неопытен. Он пока выступал лишь на небольших местных шоу, и бой на уровне UFC стал бы для него огромным шагом вперед. Это, конечно, будет очень рискованно, но я был уверен, что на подобный риск стоит пойти. Если UFC ищет бойца, который представлял бы ирландский ММА, ни у кого нет больших шансов успешно справиться с этой задачей, чем у Тома. Вскоре мне удалось получить контактную информацию Джо Сильве. В течение многих недель я посылал ему одно электронное письмо за другим, объясняя, почему Том Иган – именно тот боец, который должен представлять Ирландию. Он наконец мне ответил, «Вы хотите, чтобы в шоу UFC участвовал парень, который провел все четыре боя? Но вы же хотите, чтобы на подобном уровне впервые выступил ирландский боец?» – ответил я. «Доверьтесь мне, я занимаюсь индустрией ММА в Ирландии дольше, чем кто-либо еще, и я могу уверить вас, что Том Иган – лучший боец в стране». Хотя Том еще не полностью развил свои навыки в грэплинге, он в то время был подготовлен ничуть не хуже любого другого бойца в Ирландии, а его ударная техника особенно впечатляла. Он был молод, харизматичен и мог хорошо держаться перед камерой. «Я думал, что для UFC это было как раз то, что нужно». Джон Сильва ответил через несколько дней и сообщил, что UFC предлагает Тому Игану контракт на четыре боя, и первым станет поединок на шоу UFC 93. Это стало хорошей новостью. Плохая же новость заключалась в том, что противником Тома будет настоящий динамит. Джон Хэтэуэй был непобежденным бойцом в полусреднем весе из Англии. И хотя он тоже должен был дебютировать на шоу UFC, он был гораздо опытней, так как победил в Великобритании всех своих десятерых соперников. Что еще важнее, он был невероятным грэпплером. Мы же с Томом надеялись на поединок с Дэном Харди, который дебютировал в UFC всего несколько месяцев назад. Дэн Харди, как и Том, был главным образом бойцом с ударной техникой. А с Хэтэуэем Тому, только начинающему свой путь в ММА, будет гораздо сложнее. Тем не менее, мы приняли вызов и стали готовиться к бою. Том в данном случае являлся, конечно, символом Ирландии. И мы были полны решимости доказать, что он этого достоин. Проведение шоу UFC в Дублине стало настоящим событием и удостоилось пристального внимания со стороны СМИ. Была организована большая рекламная кампания, и за две недели было продано почти 10 тысяч билетов. Так как Том стал первым бойцом из Республики Ирландия, который будет выступать в знаменитом восьмиугольнике UFC, у него перед боем происходило множество встреч с журналистами. Но для нас это не было большой проблемой. Мы, наоборот, стремились к подобному вниманию, и поэтому старались максимально им насладиться. В течение всей недели Дублин был в центре шумихи, поскольку туда приехали люди такого уровня, как, например, президент UFC Данно Уайт. Также значительным событием для нас был визит телевизионной бригады UFC в наш небольшой спортзал на Лонгмайл Роуд. Это было не просто интересно, но еще и выгодно с коммерческой точки зрения. Конор Макгрегор был на седьмом небе отчасти, фотографируясь с находящимися в Дублине легендами UFC. Когда наконец настала ночь боев, и мы впервые вышли к восьмиугольнику, ирландские фанаты встретили нас оглушительным шумом. Я раньше помогал Мэтту Торнтону с обязанностями секунданта, когда Рори Сингер участвовал в шоу UFC в Белфасте в 2007 году. Но сейчас должен был выступать один из моих бойцов, поэтому я воспринимал это как более значительное событие. Первый турнир UFC был причиной, по которой я полюбил этот спорт. Чуть более 12 лет назад я с восторгом и трепетом наблюдал за парнями, вьющимися восьмиугольники. Теперь боец, которого я тренировал, станет одним из них. Подобные мысли чуть не растрогали меня до слез, поэтому я попытался отогнать их. Стояя рядом с клеткой позади Тома, в то время как Брюс Баффер представлял его зрителям, из Дублина, Ирландия, я боролся с желанием ущипнуть себя. Много лет я смотрел, как Брюс Баффер громовым голосом объявляет имена бойцов из США, Бразилии и других стран мира. Но теперь настало время объявить имя Ирландца. Ирландца, который был частью команды, которая всего 6 лет назад стала заниматься в зале, находящемся в крошечном сарае Филсборо. Что касается самого выступления Тома, нет смысла приукрашивать его. Хэтэуэй смог перевести бой в партер, начал доминировать, и после его ударов бой был остановлен за 24 секунды до конца первого раунда. С точки зрения стиля Тому достался один из самых трудных противников. При некоторой удаче бой, возможно, протекал бы иначе. Том просто еще не был готов к противостоянию с Грэпплером такого уровня. Не было абсолютно ничего зазорного в проигрыше Джону Хэтэуэю, который потом еще одно время удачно выступал в UFC. Но его дальнейшему успеху помешали травмы. Незмотря на поражение, никто не чувствовал себя подавленным. Мы не выиграли, но зато достаточно многому научились. После того, как подготовленный мною бойц участвовал в шоу UFC, я понял, что хоть мы еще не достигли необходимого уровня, мы значительно к нему приблизились. До того момента казалось, что именитые бойцы UFC со своего пьедестала смотрят свысока на небольшие команды вроде нашей. Благодаря UFC 93 я понял, что мы скоро их догоним. Я раньше задавался вопросом, следует ли нам для повышения своего уровня тренироваться в Америке. Но теперь считал, что если мы продолжим делать то, что мы делали все время, то скоро достигнем вершины. Я слишком преувеличивал достоинства остальных команд. В течение недели я наблюдал за тем, как разминаются и тренируются другие бойцы. Я осознал, что в них не было ничего необычного. Да, мы немного отставали, но причина заключалась в том, что они просто занимались тем этим дольше. В их мастерстве не было абсолютно ничего устрашающего. Я также считал, что от других команд нас отличает царившая у нас семейная атмосфера. Наша команда состояла в основном из шальных парней чуть старше или младше 20 лет. Они все относились друг к другу как к родным, и в этом было нечто особенное. Команда бойцов СБД действительно начинала расцветать, и многие говорили мне, что у меня золотое поколение молодых бойцов. Когда мы соревновались со спортсменами из других спортзалов, мои бойцы легко побеждали своих противников. Наверное, это помогло мне осознать, что, возможно, мы тренируемся немного иначе, и это было к лучшему. Мы основывались на принципе «железо-железо-стрит», и таким образом в ходе тренировок ученики помогали друг другу и учились друг у друга. Все мои бойцы двигались в одном и том же направлении, что способствовало поддержанию высоких стандартов. После UFC 93 я продолжал говорить себе, «Когда-нибудь мы станем крупными игроками в мире UFC, и этот день не за горами». Том Игон заключил контракт на 4 боя, но после того поражения UFC его расторгло. Стало ли это жестким решением? Оценивать его можно было по-разному, но оно меня не удивило. Контракт на 4 боя – стандартный контракт для тех, кто впервые присоединился к UFC. Но он заключается в интересах организации, а не бойца. Этот контракт не гарантирует, что боец обязательно проведет 4 поединка. Если вы окажетесь суперзвездой, UFC будет с вами работать. А если вы в первом бою проявите себя бледно, контракт с вами расторгнут, и второй попытки у вас может и не быть. К сожалению, второго шанса Тому не дали, но он проложил путь для своих товарищей по команде. Благодаря UFC 93 мое желание добиться успеха лишь усилилось. В конце той недели я стал гораздо сильнее, чем в начале. Теперь, когда мы знали, как выйти на уровень UFC, очередной шаг должен был гарантировать, что наш следующий боец, который войдет в клетку, будет знать, как проявить себя достойно. Всем спасибо за просмотр видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если есть желание поддержать канал Копеечкой, то ссылки в описании. Также, если есть предложения или вопросы по сотрудничеству, ссылки также в описании. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok